Отвлекающий маневр Вот это страшная вещь происходит, мы тут смеемся Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала Меня зовут Найт Гвард Это, ребята, собственно, новая серия по модификации Тру Сталкер Продолжаем мы, собственно, играем за нашего прекрасного военного На прекрасной операции, собственно, на Янтаре Которая, судя по всему, подходит к концу Потому что мы уже узнали все, что хотели Единственное, мы пока не узнали, собственно, причину этого произошедшего Да, вот этого всего здесь ада Потому что ситуации, которые вокруг, мы уже вроде как распутали А вот ситуация, которая была, так сказать, источником Пока не ясна, но я так понимаю, там у нас во главе всего стоит ПДА Сахарова Который, если мы ломанем, то мы информацию-то, скорее всего, и узнаем Но это тоже вещи-то растепенные А так, всех рад видеть Как говорится, напоминаю про ваши активности Про лайки, про комментарии, там, телеграммы, бусты, все дела Чертовски важная вещь Потому что без напоминаний люди почему-то лайки не ставят Ну и, кстати, в начале серии я для вас информацию собрал Интересно, так сказать, давненько не было этого имперского новостнюка Значит, из важных новостей по модификации Разработчики уже готовят, собственно говоря, патч полтора То есть будут еще какие-то нововведения, обновления Которые разработчики будут вводить и, собственно говоря, фиксить Поэтому ждите, скоро будет И вторая вещь Я, значит, специально, чтобы вы не мучились Чтобы вы не искали это все, так сказать, в недрах нашего канала Сам это все сделал Посмотрел свою прошлую серию Очень прошлую, сильно прошлую серию Которая была связана у нас с группой Дятлова, значит, на территории свалки Для того, чтобы состыковать общий сюжет, так сказать, в одну эту канву И оказалось, что да, это все как бы одно единое целое То есть парень, которого мы привели к колодцу Который главный был предатель группы Дятлова Да, этих долгарей с блокпоста на свалке Его фамилия была Аверьянов А парень, который у нас здесь представился Сказал, что его позывной Авер То есть как бы Аверьянов, Авер, это как бы он Он просто скрывался здесь, и это правда То есть получается, что дух, которого мы здесь видим Который нас, собственно, расшугает Это тот же самый дух, который был со свалки По идее, после этого я как бы, ну, должен расслабиться, наверное Потому что нам нет никакой угрозы Аааа, подожди, нет, есть угроза Слушайте, я в своей голове вывел просто гениальную идею О том, что дух же должен помнить топора Что это я привез, принес ему, так сказать, его убийцу И чтобы он нас оберегал после этого Но мы-то не топор Топор, мы-то играем сейчас за военного Ай, детичь Тогда у нас теория распадается Но в любом случае, слушайте, если я ничего не путаю, то Тот дух мстил конкретно одному человеку То есть вся его злость была направлена, так сказать В русло одного человека Как раз таки этого Аверьяна И скорее всего сейчас будет какая-то плата Что, мол, как бы, ну Либо мы отдаем этого нехорошего Авера Либо мы отсюда не выходим С территории Янтаря, я так понимаю, вот Ну, сейчас по ходу сюжета мы это как раз таки и прознаем Потому что идем сейчас на базу Чтобы как раз таки его допросить После ситуации с прекрасным сталкером Которого он, собственно, подставил Но интересно сделали, интересно Правда, не совсем я это понимаю Как это все лепится в одну кучу Пока что Я вот сколько не думал То есть, как это все разработчики свели Почему дух, которого убили в колодце Да, образовался в колодце на свалке Прыгнул именно сюда То есть он забрал того сталкера Авера Прыгнул именно на территорию Янтаря Почему так, непонятно И как будто это вся штука с пси Эти все монстры Лаборатория То есть, куда мозг делся Это как-то связано или нет Или просто дух такой Выбираю Янтарь Типа, там свободно Там, как бы, ну, лаборатория уже все не работает Поэтому буду там жить Там кайфово Тихо Мирно Людей нету Выбираю эту территорию Если так, то это, конечно Ну, не так сильно интересно Я, честно говоря, долгое время думал о том Что летающая аномалия Это реально какое-то Ну, преображение мозга Которого накрыло Как бы автобусом Пробило колбы И вот он вылез В виде духа Собственно, летающего По этой локации Но, видите, оказалось, что нет Короче, все Информацию вам задвинул Говорится, это теперь Раслебывайте Вот Но мы поехали узнавать правду От этого Авера Этого нехорошего человечка Это прям Пока, слушайте Главная гнида модификации Получается, да Он и там предал То есть Человек, получается По жизни Прям гнилой Сука Как яблоко Которое пролежало Под деревом Не знаю Две осени Потому что, ну Он и там предал Да То есть Там хотя бы Там хотя бы Ладно Там хотя бы была борьба Блин За власть Какую-то в блокпосте Но здесь, как бы Ну, человек его уже почти вывел С территории Да, янтаря получается И он ему херак Перо под ребро И до свидания Ну, это, конечно, жесть Видимо, какая-то Не знаю Это какая-то Потому что отсылка к этой Гнида из Как это Кадетства Видимо, это может быть он Я просто что-то не знаю Так Последние батарейки у нас пошли Последние Это, конечно, прям опасненько То, что они последние Ситуация, конечно, тоже стремная Что мы этого парня Оставляем здесь Типа Полежи, подожди Сейчас мы вернемся А вдруг не вернемся Будет двойная подстава Как говорится К этому парню Который вроде как неплохой Так, а что у нас там получилось-то? Перегруз появился, да? Буквально в один килограммчик У нас перегруз появился Может, что похавать? Колбаса Туда-сюда Вода Геркулес Там еще и патрики Какие-то лишние у нас лежат Просто ужас Еще это вода, блин Сука По щиколотку Опа Какая-то была вспышка Какой-то флешбек У нас был сейчас Ага Начинаются приколы, да? У нас тут лабиринты Значок стоп стоит Что-то какой-то знак От разработчиков А, ну скорее всего Это он и был Это знак Это неправильный проход Я слышу Ток Электричества Которое поскрипывает Видим, опять Это аномалия здесь Такой дух мщения Получается То есть Они с Авером Уже почти вышли С локации Если б не то Что вот это он предал И не прыгнул его в бочину Возможно, аномалия бы Его отпустила Ну типа Она его попугала Попугала Я про духа этого И мол он исправился Отпускаю тебя Но он, видите Не исправился ни хера Поэтому вернули обратно Паренька Опа Еще военные Здравствуйте А, это муляжные военные Так, у нас Слушайте, перипетия Лево-право Тут тоже дырка Какая-то у нас находится Как я обожаю Эти лабиринты Вы бы знали Ага Что-то опять Так сказать Мелькнуло Это вот телепорты Срабатывают Или мне кажется Что-то пока что Не ясно А, это просто выход Я нашел С первого раза выход Просто сразу Блин, там могли быть Какие-то тайны Еще трупы Какие-то валятся А могло и не быть Хер мы теперь-то узнаем Ну ладно Опа Хаттаб Журавлев, ты? Ты где пропадал? Мы уже битый час Тебя тут ищем Да Разбил рацию Когда свалился В подземелье На связь выйти не мог Вы тут как? Удалось что-то найти? Ну, по большому Еще тут только Орды мутантов Нашли еще Пару трупов Ученых Но ничего полезного Там Скай вроде как Не нашел А у тебя что? Ну, многое прояснилось Надеюсь Скоро мы отсюда Уберемся Тот сталкер Который я подобрал Он еще в лагере Под присмотром Да Сидит там Достал галдеть И спрашивать Когда мы уже улетим Отсюда А что? Да Потом расскажу Там в коллекторах Раненый сталкер Нужно тащить его До лагеря Пока коней не двинут Так Я не понимаю Я все знаю про тебя, про твои беги от долга Про сталкера, которого ты пырнул ножом Так что теперь с тобой будет другой разговор Что ты за человек-то такой, а? Одного убил, другого умирать оставил Будь твоя воля, ты пойди и вертолет, наверное, наш бугнал Ты военный, ты должен меня понять Человек, которого мы убили, он не услуживал такой чести, которую ему оказал наш командир Мы годами служили группировке, в таких предрагах бывали А все лавры достались почему-то этому мерзавцу Я просто сделал то, что хотел сделать каждый из долга Будь в этом уверен Просто духа не хватало Ну а сталкер, за что его? Больше всего на свете я хочу покинуть это проклятое место, эту зону И все забыть Начать все сначала А он сдал бы меня, это точно Сталкеры падки на бабло Стоило бы его отпустить, меня бы тут же поймали Не хотел его убивать, просто хотел взять с себя небольшую афору и скрыться А он бы выкрапкался, чайный новичок Не могу не спросить Что это за черный дым такой? Ну вы что, для сбора информации, верно? Тогда предлагаю сделку Если отпускайте меня, я все расскажу Ты считаешь, что у тебя это твой козырь? Мне плевать на что это такое, а руководство интересует всем другое Пообещайте, что не заставить меня здесь Можете делать все что угодно, только не стрелять меня тут Но я подумаю, так что за дым, это аномалия? Не совсем, эта штука переместила меня сюда и никуда не выпускает Как только я пытаюсь сюда выбраться, она настигает меня, возвращает обратно Будто бы пытается свести меня с ума Я понятия не имею, что это Это словно месть за убийство Но я в такое слабо верю Вдруг она не отпустит и вас? Ну, в таком случае, если это действительно месть, я тебя просто пристрелю Ладно, сиди здесь тихо, я еще подумаю, что с тобой делать Рыпнешься, мои ребята тебя пристрелят Блин, меня просто... Я понимаю, что это просто персонаж загадочный незнакомец Вернуться в лагерь и решить, что предпринять Так, подождите Небольшой, так сказать, монолог-диалог, почему бы и не подумать Мне просто интересно, вот как говорится, что в головах таких людей Я понимаю, что это просто персонаж, как бы, но он подает свои действия, как бы, знаете, как, ну... Ну, было и было Что? Ну, это то же самое, что, знаете, или отнять конфетку младенцем, или украсть, не знаю, корректор на рынке Ну, что это типа такого, или, не знаю, булку хлеба в пекарне Я просто, как бы, ну... Мы там все хейтили того паренька, значит, в долге Прямо все-прямо все Я, значит, делал соцопросы Ходил с бухгалтером, значит, спрашивал каждого долгаря Они такие, да, 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 он, блядь, не заслужил нихуя, да Ебаш его, ебаш Собрал все подписи, только после этого я его увольнул Все, все были против, все Вот только один командир блокпоста был за, как бы, этот, как бы, урод, который, ну, с ним, вот эта правая рука Все остальные, все были против Я поэтому его уже увольнул И здесь ситуация, как бы, ну, это капец просто Пырнуть, как бы, ножом Ну, я не знаю Нужно было выйти с аномалии Да, в конце концов, уже территорию интеря покинуть Если уж, правда, он понял то, что его сдадут Но, блин, я не знаю, там, напиться Как-то, да, типа Давай, дружище, раз уж мы выжили, как бы, да, давай бухнем Или там, не знаю, ну, просто бутылкой по хлебальничку ему разбить Но не ножом, как бы Просто вырубить чела Избежать Ну, блин, он просто пырнул Короче, не, это какая-то гнида, как бы Я даже не собираюсь быть к нему Милосердным Это абсолютный урод Так, по локации У нас вопросов не осталось вроде как Все, что было, все осмотрели Единственное, что у нас здесь на болоте Осталось много артефактов Но они не поднимаются Глубина слишком большая У нас маленькие ручки Кутернозавра Рекса Туда лезем и не достаем ни хера Так, незнакомец Кто у нас здесь, подождите Не понял А, фу, это парень, который, в смысле, больной Его тоже достали с этого С подземелья Красавцы, красавцы Так, ну с ним разговора нету Я понимаю, Матвей Так, что, подлотаешь меня, мужик? Командир, да у тебя все в норме Понял Не спи, боец, не спи Неужели? Мы уже начали переживать Ребята сказали, что ты разбил рацию Да, вдребезги Зато смог добыть несколько носителей информации Некоторые оказались повреждены Но часть важной информации я таки нарыл Держи Кажется, картинка начинает вырисовываться Так, так, так Надо же Значит, один из ученых хотел помочь Но наоборот подписал всем смертный приговор Нелепо Но он в любом случае был неправ Головные боли, на которые жаловались некоторые сотрудники Были вовсе не от установки с мозгом Из лабораторного компьютера я смог узнать Что ученые разместили небольшой излучатель Который должен был отпугивать мутантов От окрестностей янтаря Один из модулей вышел из строя И это создало проблемы со связью В этой местности А также вызвало головные боли У некоторых сотрудников Руководство обещало отправить техника И устранить дефекты Но произвести ремонт не успели До предотшедшего в X-16 Связь с игропромом, пусть и плохая, но была Но после взрыва она окончательно была нарушена Так, полагаю, тщательно нужно отключить? Обязательно! Техническая информация, сведения о местоположении Хранились у профессора Сатьянова Но ни ты, ни ребят не смогли его найти И соответствует носитель информации Есть идеи? Может он смог уцелеть? Сомневаюсь По крайней мере, на интерьере его точно нет Я там каждый миллиметр рассмотрел Разве что... Что? Около бункера есть закрытый ангар Оттуда наносился рык зомбированных Что если он среди них? Не осмотрим, не узнаем Не пойти с вами? Нет Оставайся тут с Катабыча Присматривай за этим долговцем Я возьму в Услыча Да и Коваля тоже А то не хочется оставлять сразу двух упырей Без моего присмотра Принял? Тогда удачи Тоже тут не расслабляйся Бывай Так, ну слушайте Это хотя бы отбеляет Этот Как его? Обеляет Точнее имя Сахарова То есть он получается не делал Как бы жутких вещей То есть комплекс как бы с мозгом работал правильно Это конечно нифига себе Как там все наворотилось-то жестко То есть они поставили прибор Который отпугивал мутантов И это он бил по голове А не сам мозг в лаборатории Блин, а как как бы ну Светлые умы и мозги Ну комплекса этого не поняли Ну прям сразу Там же говорилось вроде как о неделях То есть башка болела как бы поначалу чуть-чуть Потом сильно Потом вообще пиздец Это конечно слушайте Ирония судьбы или с легким паром Так, командир Готов еще разок прогуляться до мобильного бункера Нам все-таки придется вскрыть тот ангар И поискать нужную информацию Конечно готов Идем вдвоем Нет, возьмем с собой еще Коваля Не хочу его тут оставлять Понял, тогда идем Идем Коваля, блять А где он, кстати? Эй, сталкерок Вставай давай Пора работать Ага Сразу очнулся Эй, ребят Эй, блять, что? А, да сука Мне артефакты снили Артефакты снились Блять, они даже позиции меняют Офига себе Блять, ну, коваля-то, конечно, тоже Если будет шанс его ебнуть Тоже ебну его Да я не знаю Компачка какая-то гнид, блин Ты же, блин Подставучник Кстати, блин Мне вот еще писали в комментариях Мол, Владос Прочитай в этом Так, а ну подождите С квестом Тормозите Говорит, прочитай в путеводителе Информацию про героя В энциклопедии Там же есть персонажи Да, вот есть топор И появился у нас Журавлев Там вроде было сказано Как раз таки про Почему его не любит полковник На базе Военный сталкер В 2012 году был одним из участников Штурма военных на ЧАЭС Находясь недалеко от Атомной электростанции Принял решение Увести свой отряд Это сохранило жизнь Ему и его людям Но с этих пор Операции в центре зоны Ему не доверялись Последние годы Журавлев отрабатывает контракт В комплексе ученых На агропроме Некоторые члены его отряда Покинули зону И сменили место службы Некоторые все еще остались в отряде Типа его за это не уважают Высшие чины То, что он против приказа Пошел генералитета Отряд Но это мне кажется Какая слабая Честно говоря Заминка В сторону так сказать Ну Чтобы его так хейтить Странненько Я думал там сейчас Что-то важное будет Но если это все То я прочел Имейте ввиду Но это мы уже знали Из-за диалога С бывшим командиром Нашего отряда Который пока вообще Как говорится В эту историю Никак не слепливается Кстати говоря Мы же там Встретили Бывшего командира Нашего отряда Старого Еще до штурма На ЧАЭС Который сейчас Больной Вроде как на гражданке Отдыхает И это все Сделала та Аномалия Дух Которая является Духом С свалки Какие ебалые Такие клубки Хрен распутаешь Это что такое Просто какой-то ужас Так ребят Ну вскрывайте еще Дверцу Я пощей вторую Скрыл На всякий случай Да понял Я понял Что у нас там Сильно дернуть Тихо-тихо-тихо Ребята 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 Файронный холл Файронный холл Файронный холл Блядь Блядь Было красиво Но я обосрался Сейчас Еще раз Секундочку Нужно Файронный холл Так Раз Два Три Файронный холл Поехали Вторая Все Тихо Нихера Если мы тут рыбу поглушили Не рыпайся Спецназ работает Так Это что за труп Такой у нас Скрытый Странный Давай посмотрим Петька Дачник Кстати говоря Долгарь Там была информация Что долго Давно уже не было На территории янтаря Видимо обман Опять очередной Сержант Баул Инфы нету Наемник Алекс Гангрена Здравствуйте Алекс Кстати Псишка У него есть защита Так Это просто Чей-то трупешник Тоже Трупешник Это мы все Заберем Бандиты Еще здесь есть Бандиты Так Патроны Нужные Кстати говоря Наши Вы сильно Перегруженные Да 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 Все верно Сильно Перегружен Так Это я заберу Тоже Озеро янтарь Данные Зашифрованные Это логично Ждем Шифровку Ждем Как же я Замутухлся С этим Излучателем На кой Ляд Его Вообще Сюда Поставили Мало Того Что Он Не Работает Как Следует Так Еще И Связь Научным Комплексом Не Фурычит Присылайте Уже Своего Хваленого Техника Он Ее Создал Так Пусть Сам Свою Терьмещение Скрепает Слышите Прием Слышите Слышите Собаки Так Ну Информации Мы С этого Аудио Нихера Не получили Я бы сказал Я про место Где находится Да Ёб Твою Мать Да Добейте Уже Его Хорош Догасили Молодцы Да Тихо Тихо Успокойся Блядь Промбал Опусти Оружие Хат Хат Хатабыч Что за Психопаты В команде А куда мы Бежим Я не понимаю Куда он Ступает Подожди Куда мы Двигаемся Мы же Информации Не получили Из этого Из текста Вроде Нихера Не было Где Находится Прям Данный Рубильничек Видимо Хатаб Я таким Образом Узнал У нас Мистер Экстрасенс Ну Пусть Будет Так Я не Против Конечно Темно Пиздец Батареек Нет Хочется Плакать Я прям Прет И прет У нас Справа Здесь Дырка Вряд ли Она там Будет Так Подожди Скушать Да я Понимаю А ты Ёб Твою Мать Я Нихера Не Вижу Блять Работаем Просто По Приборам Зараза Вроде Кого Убиваю Но я Не уверен Там Нихера Твою Налево Все Идем Дальше Так Это Были Ребята Из Монолита Вообще Хоть Бы Одна Была Подарить Кого Нибудь Так Было Хорошо Гаси 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 Его Блять Есть Блин После каждой Смерти Вырывается Какая часть Энергии Работаем Работаем Хлопцы Работаем Сука Блять Вот же Гадость А Все Все А куда мы Вообще Прем Какая Информация Будет У нас Как бы Наших Ребят Нашей Состава Просто Блин Куда Идем Я Понял Тихо Ребят Какого-то Есть Батареечки Батареечки Ребята Батарейки Нужны Срочно Блять Ну Хотя Бо Одну Батарейку Я Что Много Прошу Что Ли Всего Навсего Одну Батареечку Ну Зараза Ну Блять Все Что Тихо Все Что Угодно Только Не Батарейки Блин Долгари Валяются Интересные Блять Там Еще Партия К нам Херачит Жесткое Причем Оу Тихо 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 Работаем Зажим Блять Работаю Просто Реально На На Удачу Как Чувствую Блять Ты Че Обосрался Все Что Это Походу Сталкер Просто Какой-то Рейд Все Атак В нашу сторону Так Спокойно 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 Понял Да Сейчас 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 Я батарейки Ищу Пока Что Подожди Блин Батарейки Сука Нужно Блять Ёб Тебя За Ногу Критический Уровень Атаки По Мне Так Секундочку Сейчас Я Таблы Прямую Это Они Это Барбинок Мне нужны Которые От Псишки От Псишки А у нас Их Нету Какая Боль Блять Ребята Ладно Понял Иду Наверх Как Это Сделать Только В общем Вопрос Здесь Проход Имеется В этой Точке Проход Имеется Ой Блять Сейчас Мы Походу Расплавимся Здесь Это Здесь Подождите Командир Обосрался Твою За Ногу Так А здесь Так Как Дальше Налезть Кидаю Всем Чем Есть Давай Я Очень Стараюсь Еще Выше Кот 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 Мы Типа Получили Кот Что Ли Записи Кот Какой 439 478 439 478 Кот Тебя Налево Что У нас Здесь Какие-то Патроны Блять Спорт Сюда Нихера Себе Маленький Аппарат Блять О Вырубайся Да Вырубайся Сука Справа Опять была Это Аномалия И У нас Пошли Голосовые Помехи Которые Мы Слышали Тоже Когда Были На Болоте Когда Приближались Я Так До Сих Пор Не Понял Как Мы Узнали Что Нужно Идти Сюда Именно Из Сообщения Которое Было Аудио Вроде Не Было Понятно Подождите Может Было Что В Записях У нас Здесь Сказано Фуда Профессора Сытьянова Удалось Узнать Местоположение Излучателя Который Создает Большие Проблемы На Интере Я Бысик Диалог Небольшой Добавил Между Хатабычем И Смирновым Что Мол Так И так Информацию Получили Выдвигаемся Это Центр Ну Как Завода Потому Что Оказалось Что Это Прям Очень Странно Мы Так Раз Раз Получили Аудио Хатабыч Сорвался Мы Просто Летим Через Толпы Мутантов И Зомбей Было Прям Очень Странненько Чисто Визуально То есть Как Не Я Куда Бегу За Мною Ребята А Я Бегу С Здорово Все Хорошо А Это Вуслыш Это Вуслыш Не Хатабыч Точно А я Его Хатабыч Хатабыч Все Хорошо А тут Как Живо Здорово А Коваль Неплох Пострял Мутантов Ну Хоть Чем То Этот Мешок Полезным Оказался Давайте В Лагерь Вы Что Торчать Смысла Нету Все Нифига Сеного Подвинул Возвращаемся Блин Конечно Такую толпу Людей Просто Вы Прикиньте Ни Одного Вообще Ни Одного Точнее Ни Одной Пачки Батареек Просто Ни Одной Мы Тут Столько Всех Положили Разномастных И Таких И Сяких И Просто Все Без Батареечные Это Фанаты Не знаю Блин Стимпанка Что Ли Какого Не знаю Века Паровых Технологий Жалко Их Всех Этих Ученых Охрану Сталкеров Так И останутся Теперь Тут Тоже Погорали Для Кому Они Знали На что Шли Когда Подписывали Контракт Уверен Что Даже Если Бы Они Наперед Знали Что С ними Будет В конце Все Равно Бы В зону Но В услышь Конечно Это чисто Знаете Как будто Я пытался Сделать Акцент Озвучка Неплохая Но Акцент Обычно Обычно Я так Французи Озвучиваю Кстати Вон у нас Пять Это Аномалия За пределами Локации Что-то Указывает Нам Стережет Нас Везде Понимаете Подсматривает Долбанное Око Саурона Ну и опять Сейчас было У нас Раскрытие Персонажа Нашего В очередной Раз Что мы Без Эмоционально Хотя Странно Да То есть Я Людей Спас На ЧАЭС Как бы Это обратная У нас была Ситуация То есть Я там Дал слабину То есть Не пошел Сейчас пока что Обратная То что я Бездущая Машина То есть Нам не жалко Этих людей Из охраны Нам не жалко Собственно Убитых Ученых Ну а блять Сам виноваты Че вы хотели Так Поговорить со Скайем Жопу греет У костра Хоть бы Развернулся Что ли Так Быстро Вернулись Судя по уровню сигнала Все получилось Да Все тип-топ Думаю Наша задача выполнена Поздравляю Подожди Ты вот до баз Доберемся Да поздравим Друг друга Как раненый Бодрячком Хаттаб еще Осмотрел немного Жить будет Но врачу Надо показаться А беглец Тихо себя вел Ну прижух Как ежик Даже слова не сказал За время нашего Отсутствия Что ты с ним Будешь делать то Поболтающе с ним А там аж и шу Кстати Забыл сразу спросить Василия Ивановича Помнишь Ивановича Конечно помню Как его забыть Это царствие его небесное В смысле Так умер же он Как зону покинул Двух недель не протянул Лучевая болезнь Я думал ты знаешь Надо же А что такое Что вдруг его вспомнил Да так Решил поинтересоваться Ладно Готовься к отравке домой Ааа Ну вот Это короче Дух был Они там походу Связались Вот эти Ну вы же знаете Духов там У них там общая база Там заходишь в этот Как этот Солс Сап Ватсап Только у них есть Для душ И там видимо Душа этого Сталкера Которая С группой Дегтярева Она связалась С душой Ивановича Говорит Тут братик твой Помочь ему нужно Он такой Сейчас Я это Пяточки так сказать Домою И приду Вот И он походу пришел Понятно Так Я наверное Сейчас тут Вот это сделаю Отдельный сейф Сейчас будет Типа выбор Как бы Посмотрим Я буду очень злым И плохим Ну что вы решили Вы изберете меня отсюда С собой Пожалуйста Почему нормальные люди Светила науки Или простые Нормальные сталкеры Мужики Которые здесь погибли Так я останусь тут гнить А ты должен лететь с нами Назови хотя бы одну причину Ну вы не можете Меня тут так просто оставить Пусть Будет суд Пусть посадят Но только не оставлять меня здесь Это худшее Что только может быть Прошу вас Пожалуйста Я же человек В конце концов Ох Тут аж 4 варианта Ёлки-палки Так Значится По возвращению Я лично прослежу Чтобы тебя доставили К долгу Пусть они решают Что с тобой делать Слушайте Это неплохой вариант На самом-то деле Доставить их к долгу Потому что Он подставил Как бы Первостепенно Ну вся эта ситуация Все-таки у нас Была связана с долгом Я думаю Тамошний командир Скорее всего Жестко его покарает Какой еще суд Что ты несешь Ты в зоне Она должна тебя судить Вали отсюда Ты с нами не летишь Но это Оставить его на растерзание С этим духом Просто вот в чем прикол Понимаете Тут как бы Я не то что отыгрываю Хорошего полицейского Или плохого Я так понимаю Видите Пока этот Парнишка жив Да Как бы И мы оставляем его С духом Один на один Дух сам не успокоится То есть он будет здесь летать По этой Собственной локации Гонять его И пока Вот он есть Он здесь будет А это как бы Нехорошо Ладно летишь с нами Но как только Вернемся Сразу отправишься На большую землю Надеясь Свои делишки И по жизни охватишь В это В это вообще не верится Потому что как бы Зона это все Незаконная тема Его максимум дадут Там не знаю Пять лет За то что он Зону проник Не более Паскуда Ты последний человек Руки за голову Но это видимо Просто его лупануть Или еще Прям здесь Блин Интересные конечно Все исходы Ну по честным Я бы оставил его На растерзание Долгарям Потому что мы там За топора завершили Ветку Арочку Как бы да У нас лидер Блокпоста Он как бы знает Ситуацию И поэтому Ну я думаю Что он этого Авера Там я думаю Ему будет весело Что то типа Скорее всего Он отправится На арену Стреляться И там его и положат Короче Первый вариант Пусть будет так Как скажете Собирайся Долг зовет Быстрее Быстрее Взлетаем 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 Как будто было нехорошо для духа Не понравилась ему эта ситуация Ага, и глава 8 Лицом к лицу О, название интересное Пробуждение, поговорить с Хатабычем Блин, конечно свербит внутри меня очень сильно Хочется глянуть по эти, да, варианты, которые остались Ладно, это будет некрасиво, но давайте мы это сделаем Ну просто интересно Хотя бы вариант, вот когда ты его вставляешь прям там Что с ним происходит Я думаю, там какие-то мучения адские Просто испиляет аномалия Давайте посмотрим Так, ну поехали, поехали, поехали Сейчас, наверное, самое жесткое сразу убираем Так, ты с нами не летишь Вот, второй вариант Нет, умоляю Нееет Пшел вон, иначе свинцом тебя накормим Прямо сейчас Так Так Гонец правосудия Сейчас скорее всего аномалия Он просто сожрет нахрен Прямо здесь Он бежит Аномалия Блин, непонятно, что с ним стало Она как будто разрослась, стала еще больше Блин, финал не ясен Ссылка Так, ну я думаю Вариант С подсудным делом На большой земле Мы должны не смотреть Это, наверное, какая-то совсем Глупая ситуация Вот А вот убить его Давайте глянем Может, аномалия успокоится Руки за голову Причем Мы просто валим его, да? Это же был твой ум Ты мог бы ее просто опустить И пусть дали с китайцами по янтарю Тут и так слишком много людей погибло Нам не нужны лишние проблемы А он имел шанс отсюда выбраться Но не помог нам С такими упырями у меня разговор короткий Все, давайте на базу Сейчас посмотрим просто действия на маленьких Смотрим одну ту же кат-сцену Какой-то уже третий раз Вот зря она красивая такая, настойная Так, аномалии здесь не появляется При отлете И здесь тоже Блин, как будто это самый лучший вариант Чисто визуально Как будто реально после этого Аномалия успокоилась Может, реально в этом проблема То, что дух не может убить Как бы этого засранца И он искал варианты Как бы Там, в аномалию загнать Или против мутантов А он падла не тох и не тох Но я остаюсь при своем То есть вариант, при котором Я отдал его долгарям Вроде как Единственное, что я подумал Что такие ушлые гады Как бы Не факт, что реально будут убиты Даже в такой ситуации Может, как говорится И выкрутиться засранец Но это уже будет на совести долго Оставлять его там Наверное, не круто Это просто продолжение цикла Убивать, как бы тоже Брать грязь на свои руки Не хочется Поэтому Как есть, так есть Так, глава номер 8 Поговорить с кем-то у нас С Хатапычем Доброе утро Ну что, проспался? Доброе Проспался Вроде бы Голова трещит только Хорошо, мы вчера, видимо, посидели Это вы хорошо посидели Мне пришлось вас контролировать Чтоб всю казарму тут не разнесли Мужики по соседству Даже Заходили к нам несколько раз Просили Потише себя вести Надеюсь, полковник Про это не узнает Он заходил утром Просил тебя заглянуть к нему В кабинет Когда проснешься? Мы же ему весь отчет По операции предоставили А отгул еще не закончился Интересно, что он хочет? Ну, лишь бы не предъявил за пьянку Не, он добрый вроде был Явно не скандалить решил Ну, посмотрим Может, работа какая-нибудь подкинет Пойду умоюсь и схожу к нему Так, нам бы сейчас первостепенно Сходить к этому Не к умывальнику, блин А к торговцу Купи Купить себе батареек, зараза Кончаются очень быстро Эти батарейки Ребята еще отдыхают Подлатай из меня На всякий случай Вдруг я поломанный после пьянки Так, сейчас Секундочку Секундочку Здорово, пацаны Извините за срач Бухач За ор Так получилось У нас была сложная операция Поэтому извините Умыться Он там как будто Не знаю, своего гуся мылел Хе-хе-хе А ты еще хочешь? Капитан Ребренко Журавлев, приветствую Ну что, вы оклемались После вылазки? А то какие-то, это Замудохлые вернулись Ну, как видишь Жзэ уж здоровы А что ты на интере? Жопа наверняка какая-то Раз туда сталкеры Даже не суются Ты с этими вопросами К полковнику Он просил пока особо Не распространяться об этом Уж извиняй Скажу лишь то, что тут у нас Это, курорт По сравнению с теми местами Сами-то как? Что тут нового? Ну, у нас тут ученый пропал один Как его там звали-то? Дубинин фамилия у него Весь личный состав Позавчера подняли Прочесали весь агропром Ни следа Наткнулись только на лагерь сталкеров Спросились с них Мол, никого тут не видели Они про наемников Они про наемников каких-то сказали Что крутились недалеко от туннеля Связано ли это или нет Не знаю Но больше цепок у нас нету Вот такие вот новости А поиски все? Свернули? Ага, если бы Дубинин не такой уж, так сказать, Это и лаборант обычный У него там и охрана Всегда по высшему разряду И полевых сотрудников Распоряжение куча Пока не найдут Его либо жив Либо скелетом в канаве Полковник глядко Это дело так просто оставит Закуришь? Не, спасибо А это что? Как его там? Коваль? Говорят, с вами был на операции? Ой, да не знаю Мутный он тип, конечно Но благо, что задание Нам не запорол Уж хорошо Главное, чтобы полковник Не записал его в наш отряд На постоянной основе Все-таки доверия К бывшим сталкерам У меня куда меньше Чем к любому из наших Может ты к нам пойдешь? Хе Спасибо, конечно За предложение Но куда я своих ребят-то брошу? Ладно Я пойду Полковник меня искал Пойди Насчет Дубинина кое-что Ну Так, сейчас Секундочку Это мы сейчас все сделаем Полковник, все дела Сейчас просто я начинаю мыслить Уже как сталкер Знаете ли В теле этого Военного Надо сначала разобраться С амуницией своей Я так понимаю Тут надолго В этой главе Поэтому как бы ну Старых вещей нам походу Уже не дадут Наших застелет На продажу И все остальное Поэтому есть сейчас Смысл поторговать Наверное Как-то Что-то продать Какие-то бабки Себе выручить 9000 при торговле Кристалл стоит Опа А вот и денежки Пошли Так, водочку Одну Оставляем Это у нас что Рука Бюрера Тоже забирай Ну как бы уже Бабки нехеровой Вылезли Сейчас можно Пойти прокачаться Так, 6000 Будут Ну забираем Это все Которые есть На будущее Чтоб было Подтвердить Патрон не покупает Наши вялые К сожалению По деньгам 22 22 С копейкой Так, сейчас Сейчас Пойду Подлатаюсь Поесть Попить У нас же есть Сундук Правильно Уже Отдельно У этого персонажа Блин Ну если что У нас есть вариант Как бы пойти Еще по эти Хабарец Прошерстить Да, потому что Есть Этот Тайники На локации Так 545 Калашные Дробь ЖК Все Скинуть Дротики Тоже Скинуть Ненужные Патры Это наши Это наши Это наши Это ненужные Тоже наши Пистолет Даже не знаю Тоже как бы Лишний вес Лишний килограмм Наградной ПММ Я не знаю Просто не пользуюсь Этим оружием По ходу игры Поэтому как бы Ну смысл Так Колбаса Таблетки Нужно Пока оставить По весу 50 Все равно очень много Патры тяжелые Видимо Таблы вроде бы Не тяжелые Патры тяжелые Там каждый патрон По 20 грамм Весит Блин Так А ну подожди Э Что у нас за патроны А это БПшки 545 О Уже стало Получше Уже Уже стало Получше Конечно Ситуация У нас проблемная В том Что в принципе Вес очень малый У костюма После того Отцовского Эзоскелета Еще и с артефактами Двумя на вес Это конечно Просто ужас Так Здрасте Здорово Брат Здорово Здорово Брат Ремонт Нужен По всем Фронтам 1300 Здесь Тозик Сюда Это Сюда Так Заживление Ран Это мы уже Вкачали Гашение Удара Броня Либо прочность Костюма Наверное Броня Еще Броня Так Термушка Термохимка Наверное Термохимка У нас Кончились Деньги Великолепно Так Оптика Рельсовое Крепление Меньше Отдачи Третьевые Вставки Меньше Вес Ну прям Очень Маленькое Понижение Веса Прям Детское Конечно Можем Поставить Ладно Давайте Сделаем Это прям Очень смешное Поменьшение Веса Ну Как есть Так есть Говорится Прокачался Если будет Совсем Плохо По операциям В дальнейшем Ну блин Сбегаю За Хабарцом От топора Благо На локации Там его прям Много было Даже Даже на это Еще вот Раз висит Два Три Четыре Охо 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 Было бы Как говорится Желание Так Сейчас Самое Наверное Интересное У нас Остался Вопрос Все равно Как бы С этим Ковалем И с Подполковником С этим С полковником С нашим Типа За что Его так Сильно Выгораживают Парень По итогу Он неплохой Умеет Там Как бы Стрелять Приказы Выполнять Но Жилка Сталкерская Осталась Он как бы Тут арты Копает На операциях И это Нехорошо Это что Все Что торговец Отстегнул То у вас И на руках Совсем Печально Я то думал Раз там места Не тронуты Побольше Пуш Можно сорвать У меня было Не так много Времени На поиске Артефактов Уж извините Ладно Вот твоя доля Будь на связи Я про это думал Ребята Я про это думал Но не озвучивал Здорово Петушара Ёбаный Я про это думал Но не озвучивал Думаю Ладно Не буду очернять Полковника Все-таки Командир базы Ёб твою мать Что там у тебя Журавлев Здравия желаю Товарищ полковник Проснулся Наконец Голова Не бобо Коль тут уже Так сказать Докладывал По новости Об увиденной Субстанции В форме Черного дыма Возможно Придется отправиться На янтарь Еще одну экспедицию Но уже С научными сотрудниками Подобные явления Требуют Своевременного изучения Об этом Я уже не подумал Слушайте Вот мои действия С вывозом Этого Аверьянова Да Возможно Эта штука Разозлилась И следующая Группа ученых Там просто Поляжет Значит Нам снова Собираться на янтарь Нет Этим займутся Другие люди Для тебя Будет другая работа Готов Выслушать Пока вас не было У нас произошло ЧП небольшое Хотя Как небольшое Ученый у нас пропал Дубинин Один из передовых Сотрудников Нашего комплекса На нем был ряд Научных проектов Поэтому дело На самом контроле Руководство Твоя задача Его найти Лучше всего Живым Если погиб Хотя мы будем знать Что искать его Больше не стоит Есть ли какая-то Конкретная информация Которая поможет нам в поисках Конкретные мало После пропажи Мы организовали Группу поисков Они облазили Каждый сантиметр Агропрома Сапог нету Какие-то нелегалы Сталкеры Лишь рассказывали Об экипированном Отряде наемников Которые не заметили Неподалеку От железнодорожного тоннеля Что это были за люди Неизвестно А дальше Группу поиски велись А вот это уже твоя работа Не хотелось бы Поднимать лишнего шума И отправлять целые отряды Нужен один Надежный человек Который все сделает Аккуратно Я уверен Ты на это способен Если конечно Опять какая-то моча В твоей голове Не разольется Задача ясна Но опять же Мне нужно знать С чего начать поиск Значит так Дубинен вел работу По изучению артефактов И аномалий Часто совершал исследования За пределами комплекса Лично в сопровождении Военсталкеров Он с ними провел Много времени Кто-то из них Что-то может знать Или подсказать Куда копать А копать-то Как раз таки Можно в разных направлениях Что вы имеете ввиду Дубинен просто взял И испарился из комплекса Один И тут можно только гадать Куда он запропастился Вариантов много Нарушил контракт И подался в самоволку Или его те самые Загадочные емники похитили А может он что-то такое Узнал в ходе своих исследований Что более Находиться здесь Не захотел Территория Теории и догадки Очень много А еще одна деталь Говорят что тут Крутился некий сталкер с ним Но в отчетах Про него ни слова Надо бы узнать Кто это был Принял Тогда с этой минуты Приступай к выполнению Своих ребят И могу подключить На свое усмотрение Просто имей ввиду Что нужно это сделать Тихо А если вы Всем отрядом будете На хомосту Дубинина И сядете Это может все испортить Еще Можешь рассчитывать на Коваля Он теперь будет записан Ваш отряд Он нам не нужен Мы и без него прекрасно справимся С любой задачей Мы это уже обсуждали Будет с вами Присмотреть к нему Он же мужик нормальный И знания его могут пригодиться Все Иди Докладывай обо всем мне лично Есть На связи Ага Пошел ты нахуй Были мысли Нашего прекрасного героя Но они были только мыслями Не были сказаны вслух Такова так сказать Субординация в армии Ничего не поделать Полковник есть полковник Так Тут у нас начинается Так сказать Связь Связь дорожка С этим С Получается С нашим топором Которого как раз таки видели В окружении Прекрасного Дубинина Который свинтил Ну Давайте пытаться Это дело разрулить Блин Конечно ситуация с Ковалем Прям ну мерзкая Нам просто пихают В отряд Как бы Человека Которого мы не хотим видеть Кстати Блядь Я все бабки просрал Да Косяк С моей стороны А так Я не купил себе батареек Вот что я забыл сделать Батарейки Сейчас любая вылазка Я как это буду Без батареек просто Ходить по темноте Ни хера не видеть Здорово мужик Батареечки есть Да ладно А он без батареек В принципе Ну это просто великолепно Я бы сказал Ну Значит у нас Ограниченная операция Только В дневное время суток Ночью мы не работаем Любые туннели Как бы тоже избегаем Я ни хера не увижу Твою мать Здорово Ребята Ну привет Здорово Скай Добрый день Тогда уже Ну это Ну и спите вы Я вот уже у полковника был У него новое задание Ого Когда выдвигаемся Куда Не гони лошадей Пока буду действовать один Но вы должны быть на связи Помощь может пригодиться Львовый момент Без проблем В чем задача Пропал один ученый Просто взял и испарился Из комплекса То ли его убили То ли он сам сбежал Может в аномалии Где-то сгинул Надо все про него выяснить Я этим займусь Поспрашиваю нужных людей А ты пока постарайся Прошерстить сталкерскую сеть Нас интересуют ли Выпоминания про ученых Наемников И в общем-то Все что может знать Указать нам путь Так что давай Просыпайся за работу Если что Нароешь Ты кладывай Понял Понял Немедленно займусь Жду информацию А что он там смотрит Сталкерские моды Качаешь Да Аппро Never 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 Give You Up Песня Да Которая Let You Down Хорошая Песенка Как его там Kingsley Ensley Stalker 2 Новости Понял Понял Ну давай Бывай Блин Так Переговорить С военсталкерами Поехали Извините Сержант Фуцей Умеет летать Паркас Приятного аппетита Извини что отвлекаю Но есть это Неотложный вопрос По поводу Дубинина Ты же в курсе что с ним? То что пропал Ну да Все уже в курсе Что думаешь Насчет этого? Ноль предположений Вы же его охраняли С первого Это С вас первых спрос Ну Мы его охраняли Тогда Когда нам давали Споряжение На сопровождение Научшего сотрудника А он исчез В момент Когда это В наши обязанности Не входило Мы что должны Каждый его шаг Контролировать? Эта в контракте У нас нету Извиняй А во время сопровождений Было что-то такое На что обращали внимание Может встречался С кем-то За пределами комплекса Говорил с вами О чем-то Волновался Всегда был абсолютно Спокоен Все в рабочем ритме Дошел до цели Он свои замеры Или записи сделал И мы ушли Никаких Сам как думаешь Куда он мог подеваться? Да хрен его знает Он с нами никогда Ничего не делился Сам по себе Думаю не стал бы Нас ждать Сам поперся В очередной аномалии А без навыка В зоне делать нечего Сам знаешь Думаю в эту сторону Нужно копать Ладно Кушай не отвлекайся Что пиши на КПК Тебе за помощь спасибо Зачтется Так Извини за беспокойство Вопрос к тебе имеется Не в том ты звании Чтоб мне вопросы задавать Я сплю Потом приходи Э Вопросы есть Сказал же Я сплю Че тебе надо Говорю У меня вопросы к тебе есть Так что давай Вставай Не выпендривайся Отвали Так Ладно Значит записываем в рапорт Что Шнур отказался Давать показания О пропаже профессора Дубинина А соответственно Подозреваемый номер один В его пропаже Именно он Спи дальше Стой 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 Я что-то сразу Не сообразил О чем это Ты мне втираешь Какой ко мне вопрос Ты был одним из Сопровождающих профессора При его полевых вылазках В зону Расскажи мне Где вы были И с кем встречались Что заметил странного Да все как обычно Твой одной аномалии Покрутили С того другой Одной и тоже Ничего странного В победе не было Но эти ученые Всегда были Они странные Всегда были Что-то пупнят себе Под нос Суетятся Радуются И расстраиваются Когда какие-то Циферки у них там В приборах Не сходятся Хотя Дубинин Спокойный всегда был Ничего странного С его стороны не замечал Он сами делился Какими-то планами Может быть Болтал о чем-то Ну в отличии От многих других Он Проповедовал полную тишину Во время вылазок Когда ты в последний раз Его видел Ну дней пять назад Где-то Водили его в сторону Болот Высматривал там В бинокль что-то Потом вернулся на базу Да вообще без понятий Может в единочку Пошел куда В аномалию попал У нас каждый второй Очкарик так и пропадает Здесь Разве нет А вы всегда В одним составом Ходите в сопровождении Да Мы с пацанами Последний год Только за ним и это И ходили Отвечали А где сейчас Находятся твои коллеги Ну Кридов на задании Баркас Сожрать пошел Вроде бы Ладно Если что вспомнишь Пиши на КПК Так И че Ааа На задании Парнишка Один из сопровождающих Ушел в сторону Получается Аномалии у нас И была информация Про болото некие Да у нас Здесь Я так понимаю Что он там сильно радовался Ну как раз Сейчас ходим Пощупаем эту Нычку Нам бабки нужны Мы теперь выдвигаемся В зону Блин Самое это все смешное Что Как бы Это не знает наш персонаж Что мы то знаем Как человек Который играет Мы то знаем Историю Дубинина Мы ее слышали Есть зацепка Скорее всего Скорее всего он жив Там вроде была у него Какая-то связь С этой бригадой Ультра наемников Которая Задушила Великого топора Так что мы то Это знаем Так Ладно Пошли в обежку Блин Какое странное Чувение начинается С нуля Прям вот сейчас В плане Амуниции И так далее Мы конечно Совсем голые Но все таки Блин Под себя Так оттачивал Опа Тут зомби находятся Чего Под себя Так хорошо Все оттачивал Когда играл за топора Столько времени Как бы Сейчас все забрали Неприятненько Так От химозы Это от радиации Это от псишки Есть химоза Тихо Не пулькай Привет Сталкер Кто такой Петь колось Просто Сталкер Не информации Ничего у нас с собой Не было Правильно Так А нычка То где Вижу Нифига себе Кстати говоря Это вторая нычка Которая у нас С артефактом Вот просто Артефакт И все Может у военного Какая-то подкрутка Стоит На артефакт Надо пойти проверить Все тайники Вдруг везде Арты будут Судя по ценникам Которые нам дают Ребята На базе Тут артефакты Как бы ценятся Причем Как сильно Поэтому Это легкие деньги На нас будут Так Собачки Тихо Давайте без этого Я уж так сильно От них отвык Честно говоря Пока были на янтаре У нас там не было Вообще никаких движений Мутантских Кроме вот сноргов Так Раскопыш Здравствуйте Патрончики Великолепно Блин Такой тайник И чисто под патроны Хе Вот те нате Так У нас остался там вроде Как Егор Крид Да был парень Третий Который Сопровождающий Конечно странно Такая играющая фамилия Как будто певец Какой-то А он военный Сопровождающий Ученых Вот те нате Рыбочки Ой это плохое Ксосиместр Это вроде как База Кошечек Оооо Блядь Котики Не надо Блядь По-братски Вообще желание Ноль с вами драться Нихера не вижу Блядь Да не кусай Я не прокусываюсь У меня броня хорошая Зараза Все Все полегли Так Подожди Нам сюда нужно Сейчас попасть Первостепенно Блядь Бежит Сука Дурачок Так Тихо 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 Тут аккуратно Приколов хватает В этом месте Жив наш Вижу движение Впереди Какой-то одиночка Направляется В нашу сторону Держу его на мушке Отставить Это наш Только интересно Что он тут забыл Ааа Ёб твою мать Я думаю Что за переговоры Там у нас тайник Два артефакта Опять было Нифига себе Очень жирный Это ребята из группы Которые тоже на вылазке Здорово бойцы А вот Кридов Егор Кридов Ооо Какие люди На большом болоте Ты что тут забыл Несколько вопросов У меня к тебе имеется По поводу Примесора Дубинина Не удивлен Задолбали уже С этими вопросами Ааа Кто к вас имени задолбывал Мне на них лучше ответить И чем подробнее Тем лучше Спрашиваю Чем смогу помогу Ты и твои люди Сопровождали Дубинина При полевых работах За все это время Ты замечал что-то Странное в его поведении Встречались ли С кем-то За пределами комплекса Говорил ли он Вам что-то Что может указать На Из всех яйцеголовых С которыми мне доводилось Работать Он самый Необщительный был У него что-то Спроси Отличает строго По протоколу Мол Служивая твоя работа Оружие держать По сторонам смотреть Я у него все хотел разузнать Про свойства некоторых артефактов Вот так ничего не узнал Зачем тебе это Я когда еще Обычно сталкером До зоны бегал Вдруг чуть не потерял Хотя можно сказать Потерял Он через на большой земле Вернулся С извечным телом Хотя ему Хоть как-то помочь Слышал байки Что есть артефакты Что благотворно Влияют на здоровье человека Может ему бы это помогло Но профессор Ничего не смог мне рассказать И сам я ничего Особо у него не узнал У него контракт Сам понимаешь Рассказывать подобную информацию Кому-то это подсудное дело Да я все понимаю Хрен с ним Говорят что с Дубининым В последнее время Крытился какой-то сталкер Ты про него не в курсе? Ну При нас Никого точно не было Так что ничего сказать не могу Ну Хоть какие-то цепки у тебя имеются Ну Не там ты ищешь Журавлев Ты поищи В тех местах Которые могли Заинтересовать Ученого настолько Что он не стал Дожидаться сопровождения И отправился в одиночку А раз еще не вернулся Значит места эти Весьма скверные Опасные Если б меня Полномочили его искать Я бы осмотрел Все аномальные зоны В округе Вот что я могу тебе Посоветовать Не больше Ладно Будь на связи Если что У меня вдруг Отникнут какие-то вопросы Не если сам Вспомни что-нибудь Пиши Не стесняйся Ну что-то Хорошая подсказка Большая стая собак Сейчас завален Не проблема Нифига себе Ни с того ни сел Просто собачек поперли Вы что ребята Что тут забыли А вы будете работать Или нет Вы же охрана Вроде как ученых Еще я один работаю Интересно блин Не ну ты видел Ни какой поддержки От этих болванов Ну за ними Как за тьми Нужно присматривать Я им на обратной дороге Такой структаж проведу Что в следующий раз Они у меня Первыми в атаку пойдут А тебе спасибо за помощь В два ствола Нам бы было трудно Эту стаиву работать Спасибо Звуки выстрелов Вчера не помогли вспомнить Насчет Дубинина что-то Дубинин Знаешь Он Забудь В смысле Ничего Просто он не такой Шестой профессор Чтобы за ним Так бегали Удачи тебе в поисках Журавлев Мне тебе к сожалению Больше добавить нечего Ну бывай Так во первых Чертов дождь Уже все уши Мне раздолбил Во вторых Парень как бы Явно Какую то информацию Знает Видимо слухи Про его связь С наемниками Доходили до него Так что Как говорится Тайна какая-то есть Просто она пока Что от нас скрыта Такое бывает Ничего Ничего Кридов Мы с тобой еще поговорим Так Труп ученого И в туннеле У нас нету питания Блин Блин Данное место Как бы Ну для меня самого Это уже целое приключение Великолепное просто Слушайте Давайте наверное Пока на этом Эту серию Закончим Я поищу себе Батареечки Потому что без батареек Прям тяжеловато Будет заниматься Ползанием По туннелям Красиво было Собственно На этом пока Заканчиваем эту серию Восьмая голова Новая пошла Так сказать Пошли схождения У нас сейчас Уже сюжетной линией С основной То есть у нас В принципе получается Что территория Янтаря Голова была просто Отдельная Красивая Ну Для того чтобы Нам просто Ного персонажа Представить Нашего Прекрасного Смирнова Мы его собственно Посмотрели И это было красиво Голова на Янтаре Была прям Выделяющаяся На фоне Все остальные Модификации Вот Что будет дальше Пока неизвестно Опять же Будем играть Смотреть И щупать Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока Пока